Я недавно поняла, какие люди меня сильнейшим образом раздражают, сильнейшим. Знаете, вот эти вот инстаграмщицы, которые... Я супер продуктивная, я супер эффективная, я пошлю с утра, у меня йога, фреш, разбор почты, 700 встреч, я выучила корейский за час. Я думаю, пошла нахуй, сразу же отправляем таких. Все успело с утра, все успело. И я проснулась, мне снег в кровати, потому что мне впадло было ночью встать, балкон закрыт. Женщина никогда не признает, что от нее могут уйти просто потому, что она хуже. У нас отмазы всякие. Мне коллега говорит, он от меня ушел, потому что она его приворожила, приворожила. Я говорю, понятно, ты зачем с его другом переспала? Она говорит, это она меня сглазила. Я говорю, а пиролем? Чем там сглаз известный у вас? А женщине вообще всеми вот этими магическими делами очень легко все оправдывать. Ну типа, ушел мужик, приворожили. Нет мужика, венец безбрачия. Венец безбрачия. Мне вот подруга 30 лет, она говорит, я одна, а то венец безбрачия. Надо снять венец безбрачия. Я говорю, шапку норковую сними сначала, пожалуйста, я тебя умоляю. У тебя меховой венец безбрачия ходишь там. Не, во все это верим. В астрологов женщины верят. Мне кажется, вообще даже не все мужики все знаки зодиака знают. Я одному говорю, я стрелец. Он такой, а я в мегафоне работаю. Я думаю, чего? Чего? Ладно, когда ты в 19 лет делаешь вид, что ты хипстер, да, что ты такая странная. Но у меня есть подруга, ей 37 лет. Она хипстер, но у нее нет детей, потому что она любит все винтаж. Найдите новые, да? Просто ей 37 лет, она одинока, у нее нет мужика. Ты что думаешь? Ты будешь странной и найдешь мужика? Мужики не любят трахать странные. Но нет такого, что мужик стоял и говорит, непонятно, то ли лужа, то ли баба, хочу это. Но если мужикам нравилось трахать что-то странное, то учителя ИЗО всегда бы улыбались. Потому что у меня есть одна знакомая, которая говорит, нет, мы с моим парнем лучшие друзья. И я все-все ему рассказываю. Я думаю, ну нет, блин, ну. Что-то когда у тебя диарея была, ты своему Игорьку не писала. Ты писал это в наш чат с подругами в ватсапе, блин. Мы до сих пор не можем забыть это голосовое, блин. Девки, мне разрывает жопу. А потом слышно, как разрывает. Да, женский чат с подругами, это жесткое место. Девочки, у кого есть чат с подругами? Да, просто мужчины, они все время думают, что, ну, у нас там в чате мы обсуждаем что-то типа маникюр, педикюр, рецепты драников, да. Ну, у нас с подругами последнее раз слово «драники» было... Когда Т-9 неправильно исправил. Мне подруга написала, он мне вчера всю ночь в драники аж ходить не могу. Десять лет назад переехала в Москву. У нас с подругой было такое заведение, в которое мы ходили раз в месяц, потому что, ну, нас надо было чуть-чуть забыть. И, ну, короче, в один из разов мы выходим из этого заведения, а у меня подруга вышла с бокалом, да, потому что она недопила и имеет право допить дома, да. Главное уверенность. И там стояли всегда таксисты у входа, мы садимся в такси, она говорит, я извиняюсь, ничего, что я с бокалом. Он говорит, ничего, главное, ну, не разлейте. Мы говорим, пф, он, как в прошлый раз? Мы такие, а как в прошлый раз? Я говорю, подождите, у меня дома нет бокала. Он говорит, ну, все правильно, вы сели, разлили, вышли и разбили. Я говорю, простите, ну, мы, ну, мы сегодня не такие пьяные. Он говорит, я вижу, вы хотя бы извиняетесь. Я говорю, мы даже не извинились. Он говорит, нет, я на вас орать начал, вы мне две тысячи в рот положили и убежали. Но он находчивый, он находчивый. Я говорю, простите, мы так больше не будем. Он говорит, ну, мать, простите, в рот не положишь. Если у меня за жизнь было два мужчины, я бы сейчас тут не шутила, я бы, ну, я бы сейчас сралась где-то в ЖЭКе, типа, это что такое? Мы сарапровод заварили, а я за него плачу. Мы женщины, мы не запоминаем цифры, мы запоминаем эмоции. Ну, вот, не знаю, мужчин, которые мне нравились за жизнь, я не вспомню. А вот ублюдков, вот которые, знаете, обидели, вот их было два. И вот отсюда эта цифра, я клянусь. Когда спрашиваешь, сколько у тебя было, ты такая, два ублюдка, два, два, и десять, пятнадцать хороших, приятных ребят с хорошей кредитной историей, да, и не запоминающимися лицами. Мы запоминаем плохое, а хорошее забываем. Вы смотрите, когда вас таксист довез, да, хорошо, все довез, аккуратно, все здорово вам понравилось, вы его не вспомните. А вот Элдасбека, который напердел в пути, да, я до сих пор помню, вот это, это Айкас, я Айкас. У нас к тридцати годам есть три-четыре фишечки, да, которые ты постепенно, значит, показываешь. Типа, я вот так могу, вот так могу, да, и вот для этого я волосы отрастила. Ну, ну, типа, у каждой свои, там, там все зависит от тех кружков, которые ты ходила в детстве, да. Ну, если художественная гимнастика, много фишечек, да. Если шахматы, ну, больше отрешенный взгляд. Очень круто изображаешь мертвых. Смотрите, я сейчас в таком возрасте, когда меня спрашивают, сколько лет, уже лучше отвечать, с какого я года. Ну, я подумала, ну, так удобней, знаете, мужчина спрашивает, типа, сколько тебе лет? Я говорю, я с 82-го, пока он там посчитает, я уже за него замуж вышла, правильно? Я, если честно, я не умею пользоваться вот этими всякими женскими штуками. Ну, мне даже как-то кто-то из знакомых сказал, типа, вот ты грудь все время прячешь под толстовками, а могла бы за кофе вообще сама не платить. Ну, а я как бы, меня и Apple Pay устраивает пока, как бы и кофе есть, и не шлюха, да, вообще супер. Не надо думать, что я вся такая правильная, я бы тоже показывала грудь, если бы она помогала в реально сложных ситуациях. Ну, там, за кофе заплатить или сдать зачет, я и сама могу. Я понимаю, ей бы можно было каждый месяц закрывать ипотеку. Меня бы муж тогда лично приводил в банк, говорил, Надя, покажи тичку за ноябрь. Если кто-то говорит, что все женщины прекрасны, значит, он проводил с ними слишком мало времени. Потому что, ну, у меня муж работает в женском коллективе, я тоже его часть, он никогда не говорит, все женщины прекрасны. Не, мы приходим домой, он говорит, какие же вы все конченые. Ну, и мне так приятно сразу становится, потому что, ну, когда кто-то говорит, ты конченая, ты думаешь, ты че, охренел? Когда говорят, вы все конченые, ты думаешь, да, мы с девчонками такие. У нас и чат в WhatsApp'е так называется. Понимаете, тут ключевое слово «все». Потому что, ну, кто-то думает, блин, моя конченая, пойду найду другую. Неа, все. У вас нет выбора, понимаете? Ну, как вы поняли, я не хозяюшка. Со мной еще сложно, потому что я вегетарианка. Я не ем ни мяса, ни рыбу, ни морепродукты, ни яйца. И я обычно пока перечисляю, человек от меня все дальше и дальше отходит. Там в конце уже надо кричать, типа, ну, я нормальная, зато я бухаю. Уезжающий поезд в метро, кричишь? Ну, я реально адекватная, да, это мой выбор, я его никому не навязываю. Ни разу не было такого, что я в ресторане схватила чей-то люля и побежала выпускать его на волю. Ну, мы, конечно, женщины себя вообще не любим. Мы так про себя говорим. Типа, забыла купить салфетки, вот я тупая овца. Вот там, не накрасилась, не нарядилась, я бомжара. Ну, съела мороженое, я жирная мразь. Блин, в тюрьмах с заключенными так не разговаривают. Он говорит, ты, Галина, конечно, зарезала мужа, но ты не жирна, это у тебя обмен веществ. Ты не виновата, просто вещества медленные, как реакция у мужа, и смеются. Сейчас меня все пугает, ну, ты же, особенно вечером, ты же, когда вечером идешь по улице одна, там все маньяки. Там мужчины, женщины, даже ребенок. Ну, нахрена ему ночью лопатка? Явно, чтоб меня закопать. Я три года назад купила квартиру в Москве, и... Подождите, подождите. И, значит, мои псевдоподружки пустили слух, что я, мол, насосала. Ну, во-первых, у меня квартира в ипотеку. Если я это сделала, то у человека в белой рубашке с бейджем Людмила. А, во-вторых, у меня квартира стоит 11,5 миллионов. Если есть женщина, которая может насосать на 11,5 миллионов, я хочу на ее курсы. Ну, пусть объяснит, как это сделать. Может, ну, вряд ли она умеет говорить, да, сейчас? Но, может, там жестами покажет что-то, мол, не терпи, ну, и... Ну, просто, ну, один с половиной миллионов. Мне кажется, даже если обратиться к профессионалу, к проститутке, ну, сказать, возможно ли вот так сделать, она скажет, нет, ребята, я в этом 15 лет, пока вот, браслет. У меня в последнее время бывают очень резкие перепады настроения, и это все сваливаю на гормоны, как любая женщина. И я даже пошла, сдала анализы, и мне врач сказал, что все анализы в норме, и гормоны тут ни при чем. Я думаю, в смысле ни при чем? Я сейчас что, 4 тысячи отдала, чтобы ты мне сказала, что я как человек говно, пиши гормоны, тварь. По женщине очень просто понять, что она вот-вот взорвется. Мы просто в какой-то момент начинаем все делать в 2 раза громче. Ты, блин, прислушайся, там иногда в грохоте посуды слышно, ты пидарас, раз, раз. Мы все в жизни делаем для мужчин, мы очень стараемся всегда хорошо выглядеть, даже во время секса, согласитесь? Женщины все думают, а как я выгляжу, а волосы нормально лежат? А я с этой, так поэтому, блин, и не получайте оргазм. Потому что ты пока там живот втягивала, просрала оргазм. У тебя был шанс, чувак темп подал, а ты носок тянула, ну. Ну, прежде чем лечь спать, нам нужно капец сколько всего сделать. Нам надо что-то смыть косметику, принять душ, намазать все части тела увлажняющим кремом, да, а то вдруг я усну сухой и тресну. Ну, мы реально, мы спим как чмо, я. Ну, мы прям как чмо. Мы еще и храпим, да, 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 мы храпим. Женщины, давайте честно, вот поаплодируйте, кто храпит? Вот. А остальные, да, мурлычат, как котята. И как дышат. Мы, когда мужчину завоевываем, мы вам столько неправды говорим. Взять вот это наше «ты у меня второй» классику, да. Мне кажется, где-то ходит мужчина, который думает, что он у всех женщин был вторым. Он такой, сука, да как, я постоянно не успеваю. Ну, и мне муж говорит, контролирую это, а я не знаю как. Я загуглила, типа, как облегчить симптомы ПМС. Там написано, помедитируйте, выпейте чай с ромашкой. Я думаю, в жопу его себе залейте. Уроды сраные. Чтоб вас всех в Дом-2 взяли и никогда не выгнали. Ну, контролировать ПМС. Ты бы мне еще предложил контролировать месячные, да? Типа, а то надоело за твоими либре сбегать. Мне, короче, как-то парень 12 часов ночи пишет, говорит, пойдем где-нибудь посидим. Я говорю, я не могу, я уже спать легла. Он говорит, да ладно, что-то быстренько соберись. Быстренько, быстренько. Мне 37 лет, я сейчас быстренько могу только в больницу собраться. Ну, халат и тапки на мне. Поехали? Ну, просто, ну, я объясню. Смотрите, если женщина вам сказала, я уже легла спать, значит, все, назад дороги нет. Ну, нас уже нельзя показывать людям. Мы, ну, мы вечером выглядим как чмо. Мне когда друг сказал, везет вам баба, у вас может быть множественный оргазм. Я говорю, да, может быть. А может и не быть. Прям множество раз. Ну, просто, такая же формулировка, множественный оргазм. У кого-то было прям множество оргазмов. Прям множество, сука, как семечек, аж голуби слетелись. Ну, такая лотерея вообще. Я бы даже сказал лохотрон. Это раз в тысячелетие бывает. Ну, серьезно. Но, кстати, вот постоянных отношений нет. И причину я знаю. Хотите, я расскажу? Хотите, рассказываю. Я, я сильно мозг выношу. Я обожаю. Знаете, когда ты с парнем общаешься вот с таким лицом? Просто. Просто повторяешь все, что он говорит. Он говорит, что случилось? Я говорю, что случилось? Он мне говорит, скажи. Я говорю, ты скажи? Я говорю, ты обижена? Я обижена. Подумай. Тупорылый башкой, там, котелком, тупым. Это мы пока в Тиндере общаемся. Мы это еще не виделись, да? Ну, я еще хочу как можно дольше не иметь собственного жилья. Просто я хочу подольше оставаться адекватной. Ну, а когда у женщины появляется собственное жилье, это все. Она начинает слишком сильно стараться. Знаете, когда я буду видеть гнездо. Все. У нее на этапе ремонта начинается, типа, значит, так. Тут у меня будет диван. Тут у меня будут молочные обои. Тут черные портьеры. Потом смотрит на мужа, думает, блин, он со своей красной рожей сюда не подходит. Смотрите, я к тому, что мы женщины все осуждаем их, да? Но, давайте честно, ну, каждая хоть раз в жизни так делала, когда мы с подружками, типа, давайте все вместе переоденемся в проституток и прям так пойдем в бар, да? Ну, понятно, это в шутку, да? Но в каждой шутке есть доля шлюхи. Есть доказательства. Смотрите, у каждой женщины есть чулки. Да? Дома. Ну, четыре года лежат, не распакованы, но есть. Да? Вот поаплодируйте, у кого есть чулки. Вот. Вот. А теперь поаплодируйте, кто их носит. Ты? Мать, куда ты? В аптеку купить что-то от циститок? Ну, я... Ну, у меня тоже есть чулки, но я их надевала один раз в жизни. В офис, под джинсы. И по офису ходила с таким хитрым лицом весь день. Типа, вы не знаете, а там под джинсами шалавелла. Сейчас, честно скажу, на парковке потеряла машину в торговом центре. Ну, как потеряла? Я запомнила номер, прихожу, ее нет. Я иду к охраннику, говорю, у меня угнали машину. Он мне говорит, может, она на другом этаже? Я говорю, может, я похожа на идиотку? Он говорит, ну, давайте съездим. Ну, короче, мы едем в лифте, и я думаю, господи, хоть бы ее угнали. Пожалуйста, пусть она просто исчезнет. Я не знаю, секреты открою для вас, парни, или нет, но у девушки есть такая тема. Когда ее бросили, так резко с кем-то переспать, чтобы, ну, страдания перекрыть, знаете? Ну, у мужчин тоже такая тема есть, там не обязательно, как бросили, просто есть такая тема. Как вообще можно бросить пить из-за того, что ты становишься романтичным? Я для этого и пью. Ну, просто, ну, я в жизни такая, ну, не особо там женственная, я такая жесткая. А когда припью, у меня есть стадия алкогольного опьянения, которую я называю «чаровница». А что выражать? У всех женщин она есть. Это знаете, когда после третьего лунгаленда я вспоминаю, что у меня есть брови. И что ими нужно флиртовать. Ну, зрелище убого. Там в баре иногда непонятно издалека, я сейчас флиртую или это инсу. Ну, я ревнивая, но я не сумасшедшая. Я там не читаю его переписки, я читаю только всплывающие сообщения. Ну, как объяснить? Вот если он забудет надеть обручальное кольцо на работу, я ему принесу. Мне не трудно. И у меня муж знает, что я ревнивая, поэтому если он куда-то собирается пойти без меня, он отпрашивается. И когда мужчина отпрашивается, там очень важна точная формулировка. Ну, то есть вот мы идем в бар с ребятами, не подходит. Непонятно, что там не будет баб. В слове «ребята» между буквами «Е» и «Б» может скрываться шлюха. Должно быть что-то типа «Мы идем к Вове и будем срать на скорость». Потому что, ну, тут понятно, что точно не будет баб. А если и будут, они там не для секса, а чтобы зафиксировать рекорд. Итак, вынос мозга, игнор. И какое еще у нас есть средство донести до мужчины суть проблемы? Слезы, да, все правильно. Слезы. Знаете, когда ты очень сильно с ним поругалась и идешь плакать в ванну. Потому что при нем ты расплакаться не можешь, потому что что? Ты не хочешь плакать. Правильно. Поэтому ты идешь в ванну, включаешь воду минут на 20-30, можно на сериал какой-нибудь глянуть. Для правдоподобности иногда нужно немного подвывать. И сериал... То самое главное, не выйти потом из ванны в хорошем настроении. Надо как-то дать вонять, что реально там было очень плохо. Для этого я рекомендую перед выходом хлебнуть немного до места. Там тебе сразу слезы и сопли, похудеешь за одно. Все, красота. Я недавно была в гей-клубе, и я обратила внимание, насколько мужикам весело без нас. Они там такие жизнерадостные, они там танцуют, у них трусы разноцветные, они поют. У меня ощущение, что они там просто празднуют то, что в их жизни нет женщин. И там в этом клубе ко мне периодически подкатывали лесбиянки, потому что, ну... И я почувствовала на секунду, насколько круто живется очень красивым девушкам, когда все тебя хотят, все пытаются угостить тебя коктейлем, подвезти до дома. И мне это все абсолютно не уперлось, но я заметила, что тех девушек, которые на дорогих тачках, я как-то помягче отшивала. Так, чтобы не на совсем. Видимо, там есть какой-то уровень, ну, уровень, на котором уже невозможно отказаться. Типа, если будет лесбиянка с яхтой, я отдам швартовый. Все, будем плавать с ней по морю, пока пальцы не сотрем. Вообще, я после этого восхищаюсь с нами женщинами. В плане красоты мы очень креативны. Замотать грудь скотчем, обмотаться в пищевую пленку, бегать, чайные пакеты на глаза, голову помыть пивом. Ну, это офигеть, да? Мой самый любимый бьюти-секрет из этой серии, это что крем от геморроя очень хорошо помогает от синяков под глазами. И я думаю, кто-то же до этого додумался, да? Это же только опытным путем можно было установить. Был же кто-то первый, какая-то женщина, да, вот с такими кругами, которая на себя смотрела в зеркало и думала, не, ну это, конечно, жопа. А чем черт не шутит, да? Кстати, это реально работает, если кому-то интересно. Чтобы вы понимали, я вернулась, и теперь я не одинокая, а свободная. Чувствуете разницу? Я вернулась и думаю, блин, я свободная современная женщина, мне 34 года, у меня все в порядке, я прогрессивная, самое время, что купить первую в жизни вибратор. А у меня в доме есть секс-шоп. Это не было основным выбором, критерием выбора квартиры, типа в пешей доступности от метро и секс-шопа, да? Нет у меня такой фантазии, что я стою с утра, сбрасываю с балкона корзинку, мне ее загружают свежими дилда, и я иду завтракать. Нет, так совпало, что у меня есть секс-шоп, я пошла туда, купила вибратор, ну тот, который на меня смотрел, и ситуация с ним как с блендером, я там тоже думала, куплю, буду каждый день соки делать, смузи, коктейли себе. В итоге, блин, один раз попользовался и стоит, потому что там мыть, собирать, заряжать, короче, блин, думаю, летом маме отвезти. Мы когда припьем, мы не опасные, мы максимум дерзкие, да? Ну мы такие, типа, мы начинаем танцевать на барной стойке, да? Чуть-чуть балузку расстегивать больше, ходить писать мужской, мой туалет, да, тебе? Я женщина пропустили, обоссу, но мы... Мы бы пьяни сойдемся с такими людьми, как будто завтра не наступит никогда. Вот в этом самое главное отличие женщин от мужчин. Я никогда не сдам свою подругу. Я историю рассказала, но никогда не скажу, про кого. В отличие от мужиков. Мужики прям в начале истории рассказывают, про кого она. Знаете, когда они говорят, о, сквирт? О, я рассказал, как Леха в газели обоссался. Пять литров пива выпил и струей крышу пробил. И самый прикол, что в этот момент рядом сидит Леха и такой... Появляется специальный голос для мужчины. Ну, у тебя есть обычный, которым ты со всеми разговариваешь. И есть специальный голос для своего мужчины, которым ты разговариваешь с ним. Как будто бы берешь каждую буковку и кладешь на облачко, да? Потому что ты умалишенная. Серьезно, я просто всегда думала, ну, я нормальная, у меня такого нет. Если кто тоже так думает, просто переслушайте свои аудиосообщения в WhatsApp. Я вам сейчас покажу. Вот, значит, аудиосообщение по работе. Человеку, на котором мне, по сути, посрать, да? Да, я файл получила, сейчас прочитаю все. Постараюсь побыстрее. Молодец. А вот сообщение человеку, на которого мне не посрать. Блин, я только проснулась. Проснулась! Это я где? В зефире проснула? Это... Упала в чан, с зефиром закимарила. Недавно, впервые за пять лет у меня ночевал парень. И я, чтобы понравиться ему с утра больше, еще больше, я проснулась. Раньше у него нарядилась, накрасилась. Знаете, когда еще максимальная естественно себя стараешься вести? Типа, чулки, это вообще-то мое домашнее. Я спала в бусах. Ну, чтобы наверняка. Мы все так девушки себя ведем, все. Мы как себя ведем, когда парень первый раз ночует? Да я всегда по утрам готовлю яблочный перг. Я вообще, кажется, что вот все бабы, они вот бесстрашнее, чем мужики. У меня знакомая, недавно собралась на свиданку, ну, там он ее пригласил к себе на работу, как бы все нормально, но в шиномонтажку. И я ей говорю, слушай, ну, блин, куда ты прешься? Она мне говорит, да, он меня просто проверяет, ведусь я на бабки или нет. Я говорю, слушай, а тебя не смутило то, что он тебе по дороге четыре стардельки попросил купить, да? Очень важно то, как ты выглядишь. Ты должен быть стройным, ухоженным и модно одеваться. Вот с этим у меня, кстати, проблема небольшая. Я даже недавно нанялась себе стилиста, есть такая услуга, оказывается. Стилист приехал ко мне домой, посмотрел мой гардероб и выкинул все мои вещи. И я заплатила из-за этого 20 тысяч рублей. 20 тысяч за то, что человек приехал и выкинул мои вещи. Причем мы их прям выкинули, мы их сложили в мусорные пакеты, завязали, отнесли на помойку. Ну все, стилист уехал, я подожгла, пока я потемнеет, пошла доставать. Стою, роюсь в мусоре, ничего не могу найти, тем нож. Я, знаете, наверное, была первой мере человек, который роюсь на помойке, светился пятым айфоном. Короче, ничего не нашла, но во всем есть свои плюсы, пусть мне теперь нечего носить, зато у меня во дворе бомжи, как будто побывали на программе «Модный приговор». Особенно меня веселит женщина в моем выпускном платье. Оно, кстати, ей очень подходит, потому что она практически всегда в том состоянии, в котором я была на выпускном. Однажды, однажды он встречается домой на рассвете, смотри, она лежит у подъезда. Я думаю, блин, я бы сейчас на шею в золотую медаль, один в один я 15 лет назад. У меня огромные проблемы с памятью. Чтобы вы понимали, знаете, бывают ситуации, когда ты достал зимнюю куртку и нашел в кармане деньги. Вот я недавно достала осеннее пальто и нашла в кармане трусы. Слава богу мои, но у меня нет ни одной версии, как они туда попали. Все, что я не знаю, это было осенью. Но вряд ли это была такая теплая осень, что я решила немного проветриться. И потом странно, что трусы я сняла, а пальто нет. Живу одна, сейчас очень круто, мне очень нравится, я прям кайфую. Единственное, все, не убираюсь, и не знаю, как убираться. Не, я понимаю, женщина должна все уметь, готовить, я все понимаю. Но я, кстати, старалась быть правильной до 30 лет, я так хранила репутацию, потому что мне мать всегда говорила, мне говорила, Вика, учись. Мужчины потом, ты главное учись, учись, чтобы в будущем мужчине было с тобой интереснее. И вот я училась, училась, у меня красный диплом, золотая медаль, а мужчинам почему-то интереснее с теми, кто ушел после девятого. Я думаю, правильно, правильно. Если стоит она вот с таким вот декольте, вот так вот курит чей-то член, и... ты там рядом, а я валентность натрия знаю, кто выигрышен. Все. Ее везут в Дубае, а тебя везет такси. И ты уже таксисту говоришь, а у меня, кстати, красный диплом, он поворачивается, говорит, у меня тоже, и дальше вы едете в тишине. Вот все. Просто сейчас время такое, сейчас ни один мужчина не подойдет к женщине в этом. Сейчас всем нужны телки, ну телки, ну как ты вот. А проблема в том, что я-то как раз не телка. И даже не то, чтобы чисто внешне я не телка, с этим еще можно работать, я работаю, так сказать, стремлюсь к телкам. Нет, я внутренне, вот знаете, не телка. Сейчас объясню, я недавно купила машину и сразу наняла инструктора по вождению. Ну такая тоже чисто женская черта, сначала купить машину, а потом учиться ее водить. А у меня белый Мерседес. Все нормально, я купила его в кредит, можно обратно меня любить, все хорошо. И вот едем мы с моим инструктором на моем белом Мерседесе, настроение хорошее, и я ему такая говорю, заигрывая. Говорю, интересно, а про меня был думать, что я на него насосала? Он говорит, да нет, ты не похожа. И вы знаете, чисто по-женски так обидно стало. Появилась неожиданная проблема, мой парень не хочет мне давать свою машину, типа я плохо вожу. Короче, были в Подмосковье, он выпил пиво, я говорю, обратно я поведу. Он там, я пьяный, вожу лучше, чем ты трезвая. Короче, возник конфликт, в итоге я сказала, что пойду пешком. Мы женщины же обожаем логичное решение проблем, да? В общем, трасса темнеет, я иду вдоль трассы, в юбки, на каблуках, а он так медленно едет рядом со мной на машине. Соответственно, было ощущение, что чувак слял проститутку дальнобойщики. Типа, садись к нам, мы не брезгливые, мы под ёбургом, такое чудище подобрали. Сначала думали, собаку сбили, потом смотрим о навугах. Добрый день. Лидер хит-парада «История женской наивности» или «Тупости», как хотите называйте. Короче, у меня знакомая на два дня раньше приехала с дачи и нашла в мусорном ведре использованный презерватив. И она тоже там расстроилась, плакала, но оказалось, что муж просто так сильно по ней скучал, что не выдержал и передёрнул. А в презервативе, чтобы не испачкать свадебный альбом. Я знаю, что женщины часто управляют гормоны, и мы из-за этого иногда ведёмся неадекватно. Ну, это правда. Я расскажу, как у меня это происходит. Мы с мужем обычно сидим, всё нормально. Я смотрю, как он играет в приставку, а потом раз, и какой-то орган внутри меня начинает шептать. Типа, я, конечно, дико извиняюсь, но кажется, что он тобой не дышит. И всё, и погнали. Мы никуда не ходим, ты меня не любишь. Но я потом раздупляюсь, и мужу говорю, типа, да ладно, расслабься, я угораю. А я не угораю. Никто из нас не угорает. Не думаю, что есть какая-то женщина, которая после фразы мы никуда не ходим, делает а! Я так стараюсь бороться с этим, но это ещё хуже выглядит, знаете, когда ты внутри всё кипит, а ты делаешь вид, что всё нормально. Я поэтому недавно из-за этого очень недовольно спала. У меня муж от друзей вернулся чуть позже. Нам, блин, надо поучиться у мужиков, потому что они себя никогда не принижают. Вот вы женщине скажите, ты крутая? Она скажет, да не, это не я, это мы все вместе, я коллеги, бог. Мужику скажи, ты крутой? Он говорит, я знаю, это я сам, мне никто не помогал. Я одинокий волк в этой команде по волейболу. Это я в отца, он, кстати, зачал меня сам без яйцеклетки. Просто сильно захотел сына. Мужики не то, что себя не принижают, они ещё присваивают себе вещи, которые вообще не их заслуга. Ну, они вот, например, придумали дарить нам луну и звёзды почему-то. Ну, во-первых, это ничьё. Во-вторых, это дерьмовый подарок. Это, блин, явление природы. Я так считаю, тому, кто дарит луну и звёзды, меня пусть делает ветер. Принято считать, да, что приличной женщиной должно быть за жизнь 2-3 мужчины, а у меня их было 10. Но не надо меня осуждать, да, мне 35 лет, 35 лет. Не то, чтобы эти все 10 мужчин были у меня осенью 2009-го, а потом мне пришлось переехать из Воронежа, да, нет. Они были на протяжении всей моей жизни. Смотрите, я приличная. Серьёзно, мне 35 лет, я 15 лет сексе, у меня было 10 мужчин, делим по полтора года на мужчину. Но, разве может шлюха так хорошо считать в уме, а? Высшее образование, ну? Вообще, для женщины нормально помнить, сколько конкретно мужчин у неё было, да? Это вот, у мужчин есть такая фишка, ты спрашиваешь, сколько женщин, он такой, я даже не помню, это... Ой, там, там вот то ли 300, то ли 3, вот как там... Выше ко мне пристал, сколько у тебя было мужчин? Я говорю, не скажу, ну скажи, я говорю, что за бред? Ты же мне не скажешь, сколько у тебя было женщин? Он, почему? Я могу сказать, у меня было 5 женщин. Я говорю, ну теперь я точно тебе... Значит, решила развиваться, я прям... Всё, на выставке картин хожу, хожу на выставке картин, дерьмо полное, это скучно, невозможно. Я подумала, видимо, к этому нужно с детства приучать, а я в детстве была только на одной выставке, дублёнок в кинотеатре, где тебе говно каракулевое купили, ходишь, позоришься, в нём 5 лет. Я думаю, мне в этом тулупе, этот раз в Кавказце чуть на курбамбаран не увезли, я думаю, что такое вообще? И на балет ходила, и на оперу, потом думаю, блин, кого я обманываю? Ну я не буду никуда ходить, никогда не буду ходить на выставки, никогда не буду ходить на оперу, вот честно, я вообще никуда ходить не буду, пока в моём доме не закроют красно-белое, это невозможно уже. Ну, не, я знаю, что надо развиваться, надо. Сейчас просто ещё на интервью какие-то стали звать, опозориться не хочется, чтобы меня спросили Виктория, а как вам Лолита Набокова? Я такая, ку-ку, она жмелявская, ну и вы чё? Вот, не хочется так. Женщины важна обстановка, мужикам возможно плевать, а женщину может даже возбудить обстановка. У меня коллега на работе, она мне говорит, да он урод, но я с ним переспала, потому что Вика, 28 этаж, витражные окна, два оргазма, правда, потом он из ванной вышел, но вот это всё, конечно. Есть такое парадно-выходное бельё, которое она одевает, когда у неё придется секс. В этом плане я не люблю таки, знаете, незапланированное свидание, когда ты можешь так утром не угадать с бельём, что у тебя такие трусы, что их приходят снимать ещё в коридоре. Ты приходишь, снимаешь шапку, шапку, трусы, запихиваешься в руках пухарька. Вообще, незапланированный секс спонтанно, больше для молодёжи. Просто в моём возрасте, прежде чем перед мужчиной раздеться, к нему прям привыкнуть надо. Мужчине это сложно понять, но девушке не так просто с кем-то переспать. Просто она должна быть к этому капец как готова, и морально, и физически. Ну согласитесь, маникюр, педикюр, вот идеальное нижнее бельё. Бельё это вообще отдельная статья. Вы представляете, какой у меня раньше кастинг проходили трусы? Мало того, что они должны были быть очень красивыми, идеально сидеть, у меня был дополнительный тест. Я, знаете, их так брала, бросала на пол и смотрела, мне кажется, они со стороны слишком огромными. Не, и непонятно, чего я боялась. Что когда мужик в порыве страсти снимет с меня трусы, швырнёт их на пол и скажет, ни хрена себе твою мать, кто это видела? Офигеть, они накрыли телевизор, посмотри. Мы же женщины так думаем, мы думаем, я сейчас похудею и найду мужика. Ну нет, нет, я знаю очень много одиноких худых баб. Они мало того, что одинокие, так им ещё, сука, холодно в помещении. Знаете, этих женщин в шале. Ну все, они такие, они же грустные, они такие злые, они, ну они голодные, они злые, они орут так озлобленно песни в караоке, как будто их лично Аллегрова бросила. Но это наша фишка женская, мы очень переживаем из-за этого. Каждая женщина, мы сейчас похудеем, потому что он меня бросил, увидит, а я такая классная, мы тупые. Ну, мы худеем из мести и жиреем от счастья. Да? Давайте честно, мы когда замуж выходим, мы толстеем. Да? Вот я когда замужем была, я была больше на 36 килограмм, чем сейчас, я сейчас тоже не лай. Реально, реально. Ну вы аплодируете, вот кто замужем? Кто? Вот они жирненькие, тяжело, но он аплодирует. Но зато они счастливые, они счастливые, ну серьезно. У нас женщин тоже есть стадия опьянения, где мы не лучшие люди. У нас есть такая стадия, когда домой пришла хозяйка члена. Вот эта, которая сейчас будет танцевать стриптиз в перемешку с икотой. И я честно не завидую мужикам в такой ситуации, потому что скинуть с себя пьяную похотливую бабу невозможно. Она всегда возвращается, как фильм «Форсаж». Там повезет, если она сама ударится башкой и отключится. Скажите, а есть в зале девушки, которые ездят за рулем? Есть? Поаплодируйте. Девчонки, вот согласитесь, невозможно же везти машину, если рядом сидит мужик. Ну да? Ну да, вот. Тихий ужас. Тысяча указаний в секунду. Быстрее, медленно останови, притормози знак трамвай, поблагодари, перестраивайся, стой. Хочешь сказать, блин, я просто выезжаю из двора, а? Расслабься, серьезно. Тебе все равно ничего не зависит. Рули, педали у меня. Чувствуй себя, как в самолете. Пристегни ремень, закрой глаза и молись. Приедем, поаплодируешь. Жестко для вас, да, дотрахать? Я объясню, мы женский стендап, но здесь выступают только женщины. А когда собираются с женщиной без мужиков, мы такие жесткие темы обсуждаем. Это при вас, мы шелак, кутикулы, пилатес. Только мужчина шаг за дверь делает, и мы члены, члены, члены. Там никаких капкейков, серьезно. Там, если он не в форме члена, мы даже не вспомним. У женщин нет ни одной истории про физиологический процесс. Ни про один. Ну, ни одна моя подруга ни разу в жизни не говорила. Я ее так трахнула, хотя частенько было именно так. Но, смотрите, мы сейчас стали неплохо разбираться в сексе, женщины, и почему-то мужчины до сих пор этому удивляются. Мне как-то после секса чувак сказал, ого, как круто, я не ожидал. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну ты не выглядишь, как женщина, которая хорошо занимается сексом? Я говорю, а тебе второй раз ни разу не давали, правильно? Ну, ты тварь? Как вообще должна выглядеть женщина, которая хорошо занимается сексом? Что, она идет, за ней идет толпа мужиков и такие, советую. Конечно, есть в этом правда, у женщин больше стресса, потому что даже если мы не сильно эмоциональные, мы копим, 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 а потом как? Вываливаем это все. Ну, короче, я произвожу впечатление адекватного человека. Ну, вы бы видели, как я недавно сказала мужчине, вот и иди к своим шлюхам. Я сказала, я охренела. Я думаю, я на канале Россия подсмотрела где-то. Ну, это что за фраза? А так говорят женщины. Я все время думаю, а почему мы говорим, вот и иди к шлюхам? Там, вы думаете, нашего мужчину ждет толпа шлюх? Сидит, зовет его, где? Где наш любимый Артемка? Где этот мужчина, который занимается сексом, футболки? Я просто думала, почему женщины в себя не верят, почему мы так в себе не уверены, мы себя не любим. Я думаю, все из-за конкуренции. Смотрите, нас очень много. Нас с детства воспитывают в конкуренции. Ты должна быть лучшей, ты должна быть в лучшем платье на выпускном. Знаете, ты там с детства меряешь тайком от родителей мамино платье. Я не знаю ни одного мальчика, да, который бы мерил тайком от родителей папин костюм. Да? Если что-то мальчик меряет тайком от родителей, то это тоже, сука, мамино платье. Потому что он смотрит и такой, лучше педик, чем этот костюм с отливом. Да? Ну, у нас какая схема? У нас схема женской дружбы. Мы типа дружим, ну вот когда втроем, в пятером, это вы кого-то обманываете. Короче, мы дружим две против одной. Это у мужиков по-другому? Вы никогда не дружите против третьего. Вы наоборот дождетесь, когда третий придет и прям в лицо ему все скажете. Там же с ними Лех, мы тебя что, позвали? Ты воняешь. Он, а, да, сорян. Все, обнялись, дальше воняют вместе. Ну, серьезно. И последние 15 минут мне нужно было пройти от автобусной остановки домой вдоль трассы в полной темноте. Это были самые страшные 15 минут в моей жизни, потому что я счастливая обладательница вагины. Тоже? Вот нас угораздило. И по тому количеству машин, которые сигналили и останавливались, мне начало казаться, что она светится в темноте. Как катафот на велосипеде. Знаете, как светится катафот? Нет? Показать? Смотрите, мы реально решили говорить только правду, поэтому иногда будет жестко. Ну, в плане мы девочки, но мы будем рассказывать про секс. Представляете? Потому что мы им занимаемся. Это ж, ну, голосовать нам только сто лет назад разрешили, да? А шпилимся-то мы давненько. Это наша тема. Ну, серьезно. Потом сейчас, давайте сейчас, когда женщина хороша в сексе, сейчас это уже, типа, почетно. Это раньше было зазорно, а сейчас нормально. Сейчас мне говорят, типа, вот шлюха, говорят, вот моя супруга. Ангелина, она блогер, да? Мне вот знаете, что мне нравится? Что есть какое-то мнение такое внегласное в обществе, что мы женщины, мы когда страдаем, мы что-то там мороженое, ведрами едим торт, и у нас там что-то плед, какао. Так страдают, девчонки, похлопите? Да. Ну, ты и Лазарев, Сергей, вот вдвоем, в этом с какао. Что, остальные он пьют все, да? Да. Я, конечно, не знаю, мужики, как вы страдаете, не знаю. Но вот у меня сейчас друга бросила девушка, и он так страдал, так страдал, что у него за неделю было шесть новых баб. Он мне, знаете, что говорит? Когда я спал со всеми подряд, мне было плохо, что я страдал. Я говорю, ну, конечно, я прям представляю, во время секса такой, господи, как же плохо. Все это без любви, без души, без гандона. Как же? Давай теперь ты сверху, а то у тебя уже вся спина в моих слезах. Мужики.